Здравствуйте, уважаемые соотвечники! Я начинаю свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня я хотел бы опять немного откомментировать, но еще раз подчеркну немного об отставке правительства. Я вижу, что продолжались сегодня весь день комментарии, и я, в принципе, вчера в прямом эфире озвучил свою позицию по этому поводу. И, конечно же, меня удивляет надежда многих людей или неправильное понимание, что такое отставка правительства. И еще раз будут с моей стороны небольшие комментарии по этому поводу. Также я сегодня хотел бы резюмировать, рассказать, что в итоге произошло после материнских протестов, и вообще, как можно оценивать и какое влияние это оказывает на развитие народного сопротивления по всей стране. И мы все знаем, что 27 февраля в 11 часов дня по всей стране, около офисов партии Нур-Атан, мы проводим митинг. Митинг с требованием поддержать требования матерей. Я в эфире также озвучивал, что мы приглашаем на этот митинг прийти наших так называемых самозанятых, в реальности безработных, которых обязывает с этого года платить так называемый единый совокупный платеж, обязывает платить безработных, которые не знают, чем прокормить свою семью. И, как известно, во всем мире безработных поддерживает правительство, выплачивает пособие, а Нур-Атан Назарбаев на самом деле обязывает тех людей, которые и так не имеют доходов платить дополнительные налоги в бюджет страны. Еще я хотел озвучить и объяснить, чтобы вы понимали, какое колоссальное влияние окажет на настроение в общество, именно митинг 27 февраля, и как все это приведет к тому, что мы добьемся успеха и добьемся смены режима султана Назарбаева в этом году. И последняя часть – это организационные вопросы по подготовке к митингу 27 февраля. По этому поводу я хотел бы предоставить слово Жанне Бота. И, в принципе, в промежутке я постараюсь реагировать на вопросы, если они будут совпадать с темой сегодняшнего эфира. Итак, я хотел бы резюмировать действия Назарбаева по отставке правительства. Вы все знаете, что это уже десятая отставка, десятые правительства Назарбаева за его 30-летние правления. И поэтому, конечно, меня удивляет, что большая часть населения каждый раз обсуждает отставку у правительства, хотя это происходит регулярно, каждые несколько лет. Но и в реальности происходит еще отставка министров в течение этих нескольких лет. Фактически не получается так, чтобы правительство несколько лет стабильно работало, министры стабильно работали. Все они тоже меняются. То есть, на самом деле, на какой-то период несколько лет остается премьер-министр, но министры меняются. На Западе это было бы воспринято как отставка всего правительства. Поэтому, когда мы говорим, что правительство Назарбаева 10 раз он уже отправлял в отставку, это не так. Он, наверное, раз 100 уже отправлял в отставку за период своего 30-летнего правления. Многие люди считают, что вот сейчас Назарбаев сделает какие-то действия, наконец, 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 ничего не будет. И вы обратите внимание на сигнал, который он отправляет в обществу. Он при этом говорит, что да, правительство хорошее, молодцы, хорошо работали, но ничего не изменилось. Нет диверсификации, социальные вопросы не решены, вообще никакие принципиальные вопросы не решены. Совсем недавно он собирал правительство и их нахваливал, что они хорошо работают. И при этом, зачем отправлять в отставку правительство, если, на его взгляд, они все хорошо работали? Как может быть хорошим правительством, если они ничего не смогли решить, никакие ключевые экономические реформы не сделаны, не добились никаких успехов? Как он сказал, рост экономики произошел за счет увеличения продаж сырьевого сектора, а именно нефти и металлов, которые нам достались в наследство еще от Советского Союза. Поэтому я хочу по этому поводу резюмировать, обратить внимание. Он сейчас хочет на съезде Нур-Атан представить нового премьер-министра и каких-то министров. Надо понимать, что у него нет людей, что одни и те же люди будут меняться. Это как Акимы. Он одного Акима, например, с Уральской перебросит в Казаларду, с Казалары куда-то еще. И вот эти Акимы по кругу ходят, такая одна и та же колода карт. Так же будет с министрами. И вы не увидите незнакомое лицо в должности премьер-министра. Это будут одни и те же лица. То есть, что называется, он поменяет местами кресло, а суть ничего нового не произойдет. Поэтому мы все должны себе давать отсчет, что премьер-министры, министры Акимы, это куклы Назарбаева. Они выполняют прямые поручения Нур-Султана Назарбаева. Если они что-то проваливают, то проваливают не они, проваливают сам Нур-Султан Назарбаев. Потому что их назначает он сам, контролирует он их сам, взятки получает от них он сам. И народ не имеет никакого отношения ни к правительству, ни к Акимам, ни к судьям, ни к депутатам. Но Султан Назарбаев сам их лично назначает. При этом хочет одурачить народ, сказать, что вот плохо работало правительство. А зачем ты назначаешь их, если они плохо работают? Работает плохо он. Ему уже под 80 лет, он уже 30 лет рулит страной. И поэтому ни у кого не должно быть иллюзии. Вся причина в самом Нур-Султане Назарбаеве, его политической системе и в том, что вся власть принадлежит одному человеку. Наша задача демократического выбора Казахстана добиться смены полностью режима, построить новую политическую систему, парламентскую республику и подчинить всю власть народу. Здесь пишут, что Назарбаев сам не понимает, что вся причина в нищете нашего народа в нем самом его жадности. Он все прекрасно понимает. Он все знает, знает его окружение, знает его министры. Уже дураков нет. Но он это продолжает, потому что он не может отказаться продолжать выкачивать страны миллиарды долларов. Тем более, что ему в этом никто не мешал до последнего момента. Но какой смысл ему прекращать воровать, если народ молчит? Вот только недавно вышли женщины на протесты. В целом народ молчит, боится. Ссылается, что вот он посадит, расстреляет, еще что-нибудь сделать. Ну, понятно, Нурсултан Назарбаев эти страхи будет поддерживать и продолжать грабить. Поэтому он прекрасно все знает. Вот, посмотрите. Он вчера назначил исполняющей обязанности премьер-министра кого? Оскара Мамина. При этом, ну, Султан Назарбаев говорит, что правительство не справляется со своей работой. И если правительство не справляется, правительство это же не один премьер-министр, это и министры, и другие руководители разных учреждений. И вот он, понятно, никого не поменяет. Поменяет косметические, поменяет их местами. И вот он назначает Оскара Мамина исполняющей обязанности. Кто такой Оскар Мамин? Вот здесь ребята его знают, кто он такой, и правильно пишут. Но я, тем не менее, скажу несколько слов. Оскар Мамин, это один из старых приближенных. Его притащил к Назарбаеву Джексибеков. Был, который долгое время руководителем администрации президента Назарбаева Акимом Астаны. Он был владелец и является владельцем группы компании Цесна. И его притащил в свою команду Адильбек Джексибеков. Завел его начальником железной дороги. Он был министром, затем вернулся, был Акимом Астаны. И снова железную дорогу возволял. Был вице-премьером. И репутация этого человека общеизвестна. Это коррупционер и ворюга. Притом наглый, наглый. Вы все это прекрасно знаете. Его даже представлять не надо. И вот этого наглого ворюга, коррупционера Назарбаев назначает кем? Исполняющий обязанности премьер-министра. А до этого он был вице-премьером. Ну, фактически, первым вице-премьером. Вот представьте, ворюга, коррупционер, которого знает вся страна, что это вор, что это человек-кошелек Назарбаева. И Назарбаев его назначает и вице-премьером, и теперь исполняющий обязанности премьер-министра. Известная поговорка. Скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Вот, давайте снизу пойдем. Кто такой Аскар Мамин? Ворюга и коррупционер. Значит, кто такой Назарбаев? Такой же. Но Назарбаев его же начальник. То есть это мафиози, коррупционер, убийца своего народа, подбирает под себя таких же людей. И таких же людей назначает на ключевые посты. И потом, как можно после этого доверять и верить, что нас ожидают какие-то изменения и лучшая жизнь. Вот здесь говорят, что вот Еманголит Асмагомбетов сейчас посол в России. Да, все знают, кто он, и просьба снять про него фильм. Ну, фильмы, наверное, снимем про него. Но я, тем не менее, пользуюсь ситуацией, просто хочу на конкретных примерах показать, каких людей подбирает, ну, Султан Назарбаев. И чтобы ни у кого не было иллюзии, когда они начинают перебирать, вот этот министр лучше, а вот этот мог бы заменить, вот Еманголит там тоже был бы, наверное, неплох. Ну, представьте себе, Еманголит чиновник, никогда в бизнесе не работал, миллиардер. Его зять, Кенес Ракшишев, на него оформлялась разная собственность. Был помощником Тимура Кулебаева. И огромное количество собственности на Султана Назарбаева было переоформлено на него, в том числе мой БТА-банк, которого меня захватили. А этот же Кенес Ракшишев был повешен в собственность Казком. Затем Назарбаев отодвинул его, сказав, что Кенес Ракшишев не справляется. Закачал 8 миллиардов долларов в Казком и за два тенге купил этот банк Тимур Кулебаев. То есть это шайка, шайка бандитов, шайка коррупционеров. Назарбаев, Еманголит из Магометов, все его ближайшее окружение, их исполнители, взять его Кенес Ракшишев, это одна шайка. И поэтому мы должны ясно и четко понимать, сейчас вокруг Назарбаева нет честных людей. Вокруг Назарбаева это те люди, которые участвуют в преступлениях против народа Казахстана, и все они коррупционеры, и не может быть никому из них доверия, ни министрам, ни Акимам. Всем тем, кто так или иначе работает рядом с султаном Назарбаева, были премьер-министрами, руководители администрации, как нынешний посол Еманголита Смагометов, а не все члены мафии султана Назарбаева. И поэтому, когда кто-то говорит, а давайте Еманголи после Назарбаева, он получит такой же мафиозный режим, который есть на данный момент. Это одного бандита заменить на другого бандита. Поэтому того, кого он назначает премьером или министром, уже не имеет значения, Назарбаев не может назначить на эти должности, кроме коррупционеров и членов его мафии. И кто бы ни стал сейчас премьер-министром, это будет просто подтверждением тому, что я сказал. К сожалению, наше население еще политически не очень подковано. Долгие годы этот режим вводил в заблуждение. И с учетом того, что все средства массовой информации находятся под контролем султана Назарбаева, телевидения, газеты, он вливает в уши народа то, что он считает нужным. И, конечно, трудно винить наш народ в неграмотности, но, тем не менее, с появлением социальных сетей у нашего народа есть возможность разобраться. И наш чат является той самой площадкой, которая разъясняет и поясняет, что на самом деле представляет из себя Нусултан Назарбаев, его куклы правительства Акимы, его куклы депутаты. И мы в этом чате образовываем наших граждан, наших сторонников, чтобы они несли правду в народ. Вот мы открыли канал 16-12, есть мой личный канал. Мы выступаем здесь в чате, в ютюбе. Выпускаем ролики с одной целью, чтобы наш народ прозрел. Когда кто-то говорит о том, что наш народ спит, он спит, потому что у него закрыты глаза. Когда мы говорим, что у нашего народа закрыты глаза, глаза – это образная фраза. Они действительно закрыты. Наши люди еще не понимают, что такая власть. Если поговоришь с людьми из регионов, из сельской местности, «Сюкрытым басха, то басха все есть миссинг». Потом они говорят, «Ол Джан Назарбаев – это алдапжир». «Ол Уэзы халай бэрн бледы». «Хасанда жюргендарь министр лон алдапжир». Понятно, что таким образом они выражают свое наивное представление о султане Назарбаеве. Назарбаев бэрн бледы, бэрн цунеды. Еремзды алдапжир. И мы все должны понимать, что Назарбаев – он главный преступник. А все остальные рядом, министры и все прочее – это исполнители его воли, акимы, премьер-министры. Я это не буду уставать повторять до тех пор, пока наш народ в этом не разберется. В конце концов, откроет глаза. Когда наш народ в целом поймет, что нашу страну захватили мафиозные группы во главе с султаном Назарбаевым, что у нашей страны миллиарды долларов, и когда нам говорят, что матерям нам нечем платить, кроме мешка картошки некоторым, вы должны знать, что этот режим все время врет. Врет именно прямо на султан Назарбаев. министры, акимы и так далее просто выполняют его поручения и продолжают врать, чтобы поддержать султан Назарбаева, потому что их благополучие зависит только от султана Назарбаева, а не от народа. Вы в этом уже, наверное, много раз убеждались. Вы видите, как каждый Аким проводил встречу с народом. Вот Байбек проводил заранее с утра, встреча была назначена в 10, уже с 8 утра все места были забиты бюджетными работниками. Вы видели подставные вопросы, подставные люди, а все те, кто реально испытывал проблемы, все те, кто хотел задать вопросы, они не были допущены. Более того, некоторые активисты заранее задерживались, чтобы они не мешали провести эту встречу красиво. Ну, собственно, сам султан Назарбаев так делает, собирает подставных людей, они машут флагами, он выходит заранее с красивой речью, все аплодируют, кричат, но султан Казахстан и также проводил встречу как Байбек, в Ахтубе Бардюрбек и все остальные акимы именно так и проводили. Они создавали видимость, что якобы идет встреча с народом. И важно то, что ну султан Назарбаев никогда просто так не отправляет правительство в отставку. Он отправляет тогда, когда чувствует, есть давление со стороны общества и этот пар, он хочет спустить так, чтобы люди удовлетворились, не шли на митинги, не шли на акции протеста. И собственно, вот эта смена правительства так и произошла. Совсем недавно он их нахваливал, а потом раз, они вдруг стали плохие, отправил в отставку. Почему? Надо себе задать вопрос, почему? Он это сделал, потому что было давление со стороны народа. После случая в Астане матери вышли на акции протеста, вышли яростно, они ничего не боялись. И вы посмотрите, испугалась, кто? Эта власть во главе с султаном Назарбаевым. Эти протестные настроения он хотел сбить, хочет обмануть и успокоить народ обещаниями очередными, что вот я отправил в отставку правительство и новое правительство якобы добьется изменения. Он боится любых акций протеста, он знает, что мы 27 февраля наметили митинги по всей стране, около офисов партии Нуратан. Он понял, что матерей невозможно остановить. Он увидел в Жан-Аузене, как сотни молодых ребят требовали работу. Они требовали только работу, и этой работы нет. Он видел акции протеста в самых разных городах. Да, они были... были в закрытых помещениях, но там было очень много людей, и это он увидел и испугался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И поэтому, чтобы пар народного гнева не добрался до него, он решил здесь пожертвовать своими очередными куклами, пытаясь обмануть народ, чтобы появились новые куклы, и народ опять нападал на его кукол. Но сейчас дураков нет, особенно после того, как активно работает демократический выбор Казахстана. Работает этот чат, мы проводим прямые эфиры, мы разоблачаем все планы Нурсултана Назарбаева, мы разоблачаем кукол политических проституток, как Айман Турсенхан, как Срым Абдрахман, как мы называем Гром и Молния с названием якобы партия Алаш. Мы разоблачаем всякие подставные структуры, как Жанна Казахстан и всех других. И поэтому сейчас Нурсултан Назарбаев уже не удастся обмануть наш народ. И вы должны понимать, отставка правительства произошла потому, чтобы Нурсултан Назарбаев имел возможность спустить пар народного гнева, пожертвовать своими куклами, чтобы обмануть народ. И это заслуга ваша. Вы, наши сторонники демократического выбора Казахстана, вы, женщины-матери, которые яростно вышли на акции протеста, принудили Нурсултана Назарбаева отправить в отставку своих кукол. Но вы не должны обманываться. Он сейчас поставит новый кукол, коррумпированных, как Аскар и Мамин, который разграбил железную дорогу. И эти все взятки приносил Нурсултану Назарбаева. Я хотел бы откомментировать материнские протесты. Мы знаем, что в регионах Акима областей разные обещания дали. Вот Аким Туркестанской области пообещал без очереди матерей пропускать в больницы. И там какие-то все приемчики дешевые там без очереди, здесь без очереди. А в реальности просто пустые обещания созданием видимости. И так было везде. Пообещали какие-то квартиры. Баталов в Алматинской области вручил квартиры одной семье. И таким образом пытается обмануть наш народ. В реальности матери вы, мужчины. И вообще народ Казахстана должен отчетливо понимать. Но Султан Назарбаев построил мафиозную систему, которая выкачивает богатство страны ему, лично, членам его семьи и некоторым его поддерживающим Акимом, министром. То есть он построил такую систему не для того, чтобы делиться с народом. Он ее построил для того, чтобы саму непрерывно обогащаться. И ему не нужно, чтобы народ был счастливый и богатый. Потому что если народ будет жить в достатке, то они будут требовать свобод, справедливости. Они будут требовать, чтобы все было по закону. Они будут люди с достоинством. А ему нужны рабы. А кто такие рабы? Как можно сделать свой народ рабами? Чтобы они были нищими, чтобы они были увешаны кредитами, думали только о том, как выжить, где кусок хлеба небольшой заработать, чтобы дожить до завтрашнего дня. Этот режим, он существует именно по такой модели. И другой модели не будет. Не будет никогда, пока мы не сломаем этот режим, не построим парламентскую республику и не сделаем так, чтобы власть контролировалась народу. И Султан Назарбаев не для этого существует, находится во власти, чтобы идти навстречу народу. Какие результаты дали материнские протесты? Да, сейчас женщины добились почти ничего. Но они добились главного. Этот режим испугался. Главного они еще добились в том, что мы все поняли, что режим боится протестов. Именно поэтому, когда наш народ начал понимать, что в результате именно таких протестов, объединенных по всей стране, режим начинает делать уступки. Пусть сегодня это мешок картошки и пару коробок макарон, завтра будут еще уступки. Шаг за шагом, в результате всех этих действий мы получим огромное количество протестующих, огромное количество наших сторонников, и мы в итоге добьемся смены режима. Вот какой итог материнских протестов. Они нам подтвердили, что мы можем объединяться, они нам подтвердили, что власть боится таких протестов, отступает, и поэтому мы объявили 27 февраля проведение митинга у офисов партии Нур-Атан по всей стране. Как продолжить эстафету народного сопротивления? Сейчас Нур-Султан Назарбаев своими такими мелкими подачками надеется сбить накал протестного сопротивления народа. Но обратите внимание, жаназение молодежи вышло. Мы видим разные протесты в регионах страны. Во многих регионах страны там или иначе вспыхивают тельные акции протеста по всей стране. Наша задача их объединить и создать мощную волну и объединить и добиться этой гигантской народной волной смены режима. То есть нам нужно наращивать народное сопротивление, нам нужно наращивать количество сторонников. И вот такие акции протеста как раз приведут к достижению этой цели. Именно поэтому мы все должны понимать, 27 февраля является очень важным днем. Если мы 27 февраля выведем матерей, выведем наших безработных, выведем всех тех, кто недоволен режимом, мы добьемся того, что наш народ увидит, что эти протесты, за этими протестами стоят тысячи недовольных, мы будем проводить следующие акции протеста. Еще следующий шаг за шагом мы добьемся, чтобы на улице выходили десятки тысяч людей, и мы добьемся, что к этим десяткам тысяч людей присоединятся полицейские, армия и другие силы, которые хотят построить новую страну. Именно поэтому, уважаемые друзья, 27 февраля нам нужно привлечь как можно больше наших сторонников и выходить на митинг. Выходить на митинг всем тем, кому есть что сказать этому режиму и потребовать от режима выполнения тех или них требований. Давайте поддержим требования матерей, давайте поддержим наших безработных, давайте мы придем к этим офисам партии нуратан с памперсами и по сути потребуем смены режима на султана Назарбаева. Сейчас я хотел бы обсудить организационные вопросы по митингу 27 февраля и передать слово Жанне Бота. Добрый вечер, чат-активист. Прежде всего хочу всех поблагодарить за вчерашние теплые поздравления. Конечно, мне было очень приятно получить столько теплых слов. Спасибо вам за то, что поддерживаете меня. Спасибо за то высокое доверие и те слова, которые вы мне вчера адресовали, за стихи и прочее. Я думаю, что это хорошая практика отмечать дни рождения в чате. Редактор субтитров Корректор А. В первую очередь это потому, что большой интерес к протестным событиям в стране, но еще и потому, что вы тоже занимаетесь активно распространением. Буквально на прошлой неделе, когда я вас просила помогать, у нас было на 20 тысяч подписчиков меньше. Я уже не говорю о том, что просмотры на каждом из наших новостных роликов, то есть каждый раз, когда выходят ролики, просмотры увеличились значительно, и сегодня у нас доходит до 500 тысяч практически каждый новостной номер. Все эти вещи, конечно, дают мощный сигнал того, что общество готово говорить о политике, готово к переменам, готово к тому, чтобы говорить о протестах, следить за протестами, участвовать в протестах, ну и тем более, когда общество в эпоху таких запретов и так далее, все-таки идет на странице ДВК, слушает наши эфиры, слушает наши новости, понимает, что все они связаны со сменой режима, и это говорит о том, что действительно большое количество людей сегодня настроено на смену режима. веке того, не знают что они литровые что они знают что они знают Субтитры создавал DimaTorzok Мы должны помнить, что мы идём на митинги для того, чтобы поддержать в первую очередь требования матерей. Конечно, очень важно, чтобы требования матерей, которые звучали на протяжении трёх недель непрерывно в каждом регионе, очень активно звучали, чтобы эти требования не загасли, не угасли, и чтобы мы могли поддержать их, чтобы они получили дальнейшее развитие и результаты реальные, не те, которые мы сегодня видим, которые сегодня имитируют власти, те, которые показывают сегодня Акиматы и так далее. Нам нужны реальные перемены, и поэтому, конечно, ждать, что существующий режим что-либо изменит, бесполезно, но мы можем рассчитывать на то, что на наши протесты обратит внимание общество. Так было всегда с первых акций. Именно так и нарастал общественный протест, и мы не будем себя обманывать и преуменьшать роль свою, потому что такое в обществе есть, и очень многие часто говорят, я частенько слышу такие комментарии в социальных сетях, что матери вышли сами по себе. Да, безусловно, гибель пяти сестрёнок, затем сгоревшие дети в других регионах, задохнувшиеся от угарного газа, они, конечно, вызвали огромную боль в обществе и всколыхнули именно матерей, потому что так живёт огромная часть населения сегодня. Но это нисколько не умаляет наших с вами заслуг, ведь именно мы с первых дней показывали, что выходить на улицы — это единственно правильное решение. И мы ценой жертв, ценой потери наших сторонников, ценой предательств, преследований, мы всё равно выходили одну акцию за другой. Если помните, мы выходили очень плотно. У нас шли акции по две в месяц. И это помогло людям осознать, что именно выходя на улицы мы набираем сторонников. Именно когда на улицы мы выходим с нашими протестами, мы показываем всему обществу, как это делается, и именно там мы набираем сторонников. Поэтому нам очень важно, вот именно сейчас, пока у нас есть высокий накал, протестный накал в обществе, и тем более, когда будет проходить съезд Нуратана. То есть представьте, на фоне всепоглощающей бедности, несправедливости, репрессии, обмана, они будут проводить свой съезд, они будут бравировать какими-то отчётами. И этот отчёт обязательно будет звучать, обязательно будет стоять Назарбаев и на трибуне рассказывать о достижениях, которые в стране произошли. И это всё на фоне отставки правительства, на фоне тех бед, которые сегодня происходят в обществе. Они будут транслировать. Естественно, это всё равно, даже само по себе событие, оно всё равно раздражающим очень является фактором. И, конечно, люди будут откликаться на нашу идею. Естественно, уже сегодня тысячи людей готовы выйти на площади, и поэтому нам тоже в первую очередь надо проявить активность, чтобы вывести за собой народ. Я хочу сказать, что у нас сегодня в Европе, в парламенте рассматривается опять кейс Казахстана. Очень многие кейсы наших политзаключённых, в первую очередь это дело Айгулек-Берды, дело судишкин Жалиева, вообще дело наших октауских судей. И вы знаете, что была уже вынесена резолюция в Европарламенте по поводу этого вопроса, и что резолюция эта носит очень жёсткий характер. Там полностью отражается ситуация с судами, ситуация с преследованием, ситуация с кейсом Айгулек-Берды. И Европарламент однозначно требует от властей Казахстана остановить давление на судей и на Айгулек-Берды в уголовном преследовании. Поэтому у нас сейчас, тем не менее, несмотря на то, что есть такая резолюция и так далее, прокуратура октауская подала протест, и дело Айгулек-Берды возвращают. Прокуратура требует, чтобы всё-таки вынесли 5 лет ограничения свободы Айгуль и считает решение судов необоснованным, решение суда необоснованным. Это вот тоже ещё один повод нам с вами объединиться. Обязательно подняться снова, снова начать активную борьбу за Айгуль, за Аблаваса Джумаева, обратно усилить борьбу за судью Кинжалиева и его коллег, потому что мы все прекрасно понимаем, что произошло давление и что человек вынужден был под давлением спецслужб сам себя оговорить и пойти вспять против своих слов. И сегодня его поступок, естественно, напрямую может отразиться на судьбе Агуля-Берды, и нам тоже снова придётся мобилизовать все силы для того, чтобы отстоять Айгуль, отстоять Аблаваса и добиться того, чтобы этот приговор оставили в силе. Я хочу обратить ваше внимание на такие моменты. Буквально несколько недель назад, когда материнские чаты только организовывались, у нас там была такая сложная ситуация, то есть женщины объединялись в чаты и страшно боялись вас, ДВКшников, не пускали в чаты, постоянно шли какие-то угрозы, постоянно говорили о том, что вот не надо сюда ДВК, вот они провокаторы, там КНБшники писали всякие гадости и так далее. И в чатах очень осторожно, крайне осторожно наши сторонники высказывались. Сегодня, если кто-то знает, если кто-то видит эти чаты, вы видите, что ситуация разительно отличается, что сегодня в чатах присутствуют Мухтара Блязова, реплики из наших эфиров, там цитируют его ответы, там цитируют наши сторонники, блокады распространяют наши и так далее. То есть уже в женских чатах начали распространять наши ДВКшные эфиры. Это говорит о том, что наши мамочки, они тоже уже отчаялись, они поняли, что власть их обманула, и они ищут, кому прислушаться. Нам надо в этой стороне тоже активность усилить и как можно больше распространять наших программ, как можно больше распространять наших эфиров повсеместно, потому что именно на эфирах Мухтара Блязова очень многие вещи раскрываются очень подробно, детально, появляется понимание, вы знаете, что это способности, талант просто, я считаю, Мухтара Блязова всё доносить очень детально и очень ясно, ясно и понятно просто. Поэтому такие вещи надо распространять, распространять наши ролики, вовлекать как можно больше людей. В то же время, как человек, который занимается новостями, который занимается, мониторит всё, что у нас происходит в новостной среде, в медийной среде, я хочу вам сказать, что Даригана Зарбаева реально сегодня набирает обороты в медийной среде, то есть она даёт очень много интервью, и вот даже за сегодняшний день уже несколько публикаций вышло, она встречается с представителями Европарламента, она высказывается по определённым законам очень много, и её стараются как можно больше сейчас показывать, и довольно хорошо привели её в порядок, я так своим женским глазом увидела. И, в общем-то, действительно, потихоньку Даригана Зарбаева начинает выходить на путь раскручивания, так сказать, предвыборной кампании. Её сейчас будет всё больше и больше в прессе, и можно следить за её выступлениями, хотя она это делает крайне осторожно, потому что время для неё тоже крайне неблагополучное. И это опять благодаря тому, что мы с вами сопротивляемся, сопротивляется вся страна. В этом смысле уже у нас с вами есть очень хороший результат, замечательный результат перед съездом Нур-Атана. Мы уже испортили, так сказать, красивую отчётную картинку Нур-Султана Назарбаева, когда он мог выйти безоблачно заявить, что спустя 20 лет существования Нур-Атана они привели страну к высоким результатам. Сегодня, к сожалению его, видимо, и к нашей радости, Нур-Султан Назарбаев лишён такой возможности покрасываться на сцене Конгресс-холла и убедительно сообщить народу, что Нур-Атан за 20 лет привёл страну к какому-то процветанию и так далее. На самом деле мы будем наблюдать, как они будут, так сказать, пыжиться изо всех сил, демонстрировать хорошую мину при плохой игре, похвастать им нечего. Прямо перед съездом Нур-Атана Назарбаев полностью расписался в своём позоре, провале и убрал правительство. И будет очень интересно даже наблюдать и слушать, что же он будет говорить с высокой трибуны на 18-м съезде, чем таким он будет хвастаться перед народом и как это народ будет воспринимать потом эту ложь и враньё, которую он будет транслировать. Субтитры создавал DimaTorzok По поводу Европарламента. Разумеется, огромная польза есть от Европарламента, потому что так или иначе давление международных структур ощущается. И я хочу сказать, что договор о межпарламентском сотрудничестве до сих пор полностью не стартанул. Да, он ратифицирован Евросоюзом, но поскольку каждое государство отдельно подписывает договор о ратификации с Казахстаном, никак не может это межпарламентское сотрудничество начаться и вступить в полном объёме в силу. Казахстан в результате не может получить большие инвестиции. Вот, например, Бельгия обещала около 6 миллиардов инвестиций, 5 миллиардов инвестиций они ожидают из Франции. Все эти вещи они не могут получить по той причине, что межпарламентские соглашения не ратифицированы в отдельных странах, соответственно, в отсутствии консенсуса Европарламент считает неподписанным этот договор. И, соответственно, Казахстан не может прийти к этому соглашению, получить те инвестиции, ту поддержку, на которую он рассчитывает от Европы. И они вынуждены постоянно летать в Брюссель, постоянно отчитываться по ситуации с правами человека, постоянно выслушивать свой адрес упрёки и требования европарламентариев. В настоящий момент опять у них стоят высокие и очень жёсткие требования в отношении наших политзаключённых, и в первую очередь по кейсу Айгулли-Берды. Естественно, им придётся реагировать. И, соответственно, та ситуация, которая сегодня у нас опять стоит в обществе, материнские протесты, реакция полиции на них и так далее, она тоже отслеживается. И все нарушения прав людей тоже будут фиксироваться, и тоже им придётся за все эти вещи нести ответ перед Европой. Есть очень много примеров, когда именно с поддержкой европейских депутатов, с поддержкой международных структур мы освобождали наших заключённых. Весь прошлый год и позапрошлый год у нас шли освобождения, если вы помните, и освобождения знаковые, очень серьёзные. У нас освободили ребят, которые были осуждены по профсоюзной деятельности, то есть по профсоюзным протестам. Это Кушакбаев и Амин Елиюсинов. У нас вышел на свободу Талгат Аян. Освободили у нас Саната Досова. То есть в определённых случаях это давление имело очень серьёзные результаты, и люди реально освобождали. Конечно, есть сложные случаи, но это от общества, от нашего зависит, насколько серьёзно будет это всё рассматривать, насколько серьёзно общество будет требовать освобождения, участвовать в том, чтобы политических заключённых не преследовали. Также точно такой же будет симметричный результат. Всё зависит от нас с вами в первую очередь. Я прошу вот эту карту, которую мы сегодня распространили. Давайте мы будем стараться её максимально распространять, рассказывать, где и как происходить будут все эти события. Офисы Нуратана мы уже давно подробно рассказали, где находятся. Сегодня мы ещё распространим в Ютубе ролик, где будут все эти адреса указаны. И таким образом, чтобы это получило массовое распространение, тоже подхватывайте, тоже раскидывайте там, где есть возможность, в WhatsApp, в Telegram-каналах и так далее, в Facebook, в других социальных сетях, для того, чтобы максимально показать и распространить людям места, так сказать, где мы будем проводить митинги, места проведения протеста. И 27-го числа в 11 часов по всей стране, особенно в крупных городах, мы стартуем, идём туда с нашими памперсами, идём сами. И мы помним, что всё это связано в первую очередь с требованиями многодетных матерей, для того, чтобы их протест не сошёл на нет, для того, чтобы поддержать их. Потому что всё-таки более трёх недель протестовали наши мамочки, везде ходили, причём массово ходили, встречались с акимами, встречались с нуратановцами, встречались с представителями всевозможных структур. Понятное дело, что у людей уже потрачено очень много сил, и наша задача — поддержать этих людей. Я думаю, будет забавно наблюдать. То есть мы сегодня знаем, что как у нас власть реагирует на протесты всевозможные. Вы помните прекрасно, как после земельных митингов по всей стране пролетели в один день, за одну ночь, везде всем разослали смс-ки от Даурена Абаева о том, что объявлен мораторий на продажу и аренду земли. Вот вчера всё то же самое сделал, практически смс-ку послал всем Назарбаев, рассказал, что в отставку идёт правительство, для того, чтобы только быстро-быстро погасить народный гнев. И вы помните, что в тот момент после земельных митингов у нас тоже было очень много острых ситуаций. В стране ввели жёлтый уровень террористической опасности, потом красный в некоторых городах, устраивали псевдо-атаки террористические и так далее, запугивали народ разными методами. У нас в результате появились заборы вокруг полицейских участков. Теперь мы видим, какие заборы выстраивают Экиматы, для того, чтобы к ним не могли прийти люди. Я думаю, что завтра мы увидим заборы вокруг Нуратана, потому что теперь наша цель Нуратан, и мы туда пойдём, и, скорее всего, появятся заборы уже там. То есть год за годом правительство, власть, Назарбаев в первую очередь отстраиваются от людей заборами. Полицейские закрылись заборами, Акиматы закрылись. Теперь осталось закрыть заборами Нуратановские офисы. И я думаю, как раз это скоро и произойдёт. И мы будем каждый раз показывать, как раз-таки, как это выглядит, контакт народа и властей. Ещё раз хочу напомнить вам, чтобы вы как можно больше активнее распространяли ссылку на наш канал 1612. Оттуда мы распространяем самые острые, самые свежие новости, самые правдивые новости. И я считаю, что действительно большое количество людей с огромным удовольствием смотрят нас, иначе бы не было такого количества просмотров. Сегодня уже миллион. Если в прошлый раз в эфире я говорила о том, что миллион просмотров у нас за двое суток, то сегодня у нас более миллиона просмотров в сутки происходит на канале 1612. То есть ежедневно более миллиона человек смотрит наш канал. Это очень-очень высокий результат. Поэтому я вас прошу усиливать этот результат. Таким образом мы сможем вовлечь в наши акции, в нашу борьбу, в то, что мы говорим, в то, что мы сегодня объясняем, программы наши освещают всю страну. Именно через канал 1612 люди придут и в чат «Активист», и люди будут объединяться под нашими акциями. На этом я хотела бы с вами попрощаться. Ещё раз благодарю вас всех за то, что поздравили меня вчера. Всем всего хорошего, доброго вечера! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!